Привет, я Frosty Templar, и сегодня у нас снова игра-фильм Nightbook. Надеюсь, он будет получше, чем I Saw Black Clouds. Если ты не смотрел I Saw Black Clouds, в принципе, много не потерял, но если ты захочешь посмотреть, то ссылка будет под видео в описании. Итак, Nightbook. Вышла она буквально вчера, меня уже заставочка пугает. Вышла игрушка вчера, скачал ее тоже вчера, и вот сегодня решил я, собственно, записать летсплейчик. Так, что по сюжету? Как я понял, по сюжету мы играем вот за вот эту вот самую переводчицу, которая была втянута в какие-то древние манипуляции, в древний... В общем, в перевод о книге про демонов, про вызов демона. Демоны наш любимая тема, по крайней мере, моя точно, а уж вызов демона тем более. Но ты смотри, какая жуткая заставочка, прям вот на превьюшку бы такую сразу. Ну ладно, на превьюшку, может быть, найдем что-нибудь другое по сюжету. Как я сказал, мы переводчицы, втянуты в перевод книги про демона, и должны как-то с этим разобраться, наверное, выжить. Написано, что игрушка интерактивная, игрушка от создателей Five Steady, еще чего-то. Какие-то актеры тут тоже играют из обителя зла, и из другого какого-то фильма, который я не смотрел. Ну ладно. Новая игра. Предупреждение. В следующих сценах содержится контент, который некоторые зрители могут счесть неприятным и неподходящим для несовершеннолетней аудитории. Так что давай, выключай, все туши, и поэтому ничего не надо. По-моему, блин, по-моему, она от создателя ISO Black Cloud. Серьезно, точно такой же шрифт. Вроде бы даже была точно такая же заставка, но надеюсь, она получше. Просто женщина вздыхает. Ага. Печатает на клавиатуре. Это клавиатура. Клавиатура. Мы на фрилансе, в общем-то, работаем, переводим. Связь хуевая. Она опять вздыхает. Уж больно она много вздыхает. Еще ничего не началось, а она уже вздыхает. Мужик учащен и дышит. Мужик ворчит. Потом мужик скворчит. Сванчит. Сванчит, скворчит, сверчит. А, это отец. Да, не надо. Нет, 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 нет. Уходите. Давай, давай, иди. Иди сюда. Иди сюда. Убирайтесь, убирайтесь от меня. Ну да, душевнобольной отец, это такое себе. Добавить успокоительное, не добавлять успокоительное. Да добавим, че уж мы. Валите. Эффект бабочки. Блядские мухи, тараканы. Вот мухи, я тоже так иногда, когда комары налет... Отстаньте от меня. Пыхтит, ворчит, когда налетают комары. Я точно так же по ночи, ночью, вот так вот, отбиваюсь от них. Нет, 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 не надо, не надо. Нет, 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 нет. Отставьте. Оставьте меня. Оставьте меня в покое. Чёртовы комары. Может, что-то покликать, нет? Видно, нет. Мне пока не нравится формат вот этого, то, что мы, типа, камера, половина рабочего экрана. Нет, не входи, не входи, папа, это я. Я принесла тебе ужин. Притвориться милой. Ты говорил, что карри твои любимые блюда. Отслеживай свои отношения. Трекер. Отношения плохие, отношения хорошие. Пирс, это, наверное, наш муж. А может, он наш работодатель, не знаю. Ну да ладно. Поскольку ты временно живёшь у нас, я хочу, чтобы ты был счастлив. Но дед вор... Отец ворчит. Послушай, нам даже не обязательно разговаривать. Не-не-не-не, не надо, не надо. Не хочу я есть, я не голоден. Здесь, блядь, демоны везде, бабайки. Давай, быстро, быстрее. Сожри, всё. Она ещё беременна, кстати, да. Но она за живот держится. Или она пельмешек объелась, или она беременна. Одно из двух. Отец с точной крышей поехал. Чё так громко-то? Отец с точной крышей поехал. Чё-то ему мерещится. Это явно не комары. Кумигатор бы вставил, я не знаю, на крайняк таблетку бы зажёг, походил бы по квартире. Так, это не я двигаю, двигаю не я. Включаем расслабляющую музыку. Какое-то уведомление. Посмотрим, как всегда, потом. Хей, бэйби, твой перевод готов. Привет, дедка, у тебя сегодня тест по переводу. Так-так-так-так-так, на клавиатуре пишем. Да, через пару минут всё будет готово. Ты готова-то? Чё я ляпнул? Ты ещё собираешься использовать мои рабочие видео на экзамене? Блях, тебе какую-нибудь масочку взял? Да, я послал его босса. По крайней мере, видя твоё лицо, мне будет проще. Не волнуйся, у тебя всё получится. Я в тебя верю. Давай пиши уже, чё там полотно строчишь, что ли? Был сегодня здесь, острова просто потрясающие. Как тебе вид? Выглядит прекрасно, козел, блядь. Отдыхает там где-то на островах, а здесь ебашу с отцом. Я скучаю по тебе. Да иди ты на, юх. Скучает он по мне. Небось, я там завёл шалаву какую-нибудь уже. По трахушке устроил. Удачно на тестировании. Спасибо, конечно. Шлюх, блядь, со стажем. Что? Что за херня? Веб-к сломалась. Почему моя веб-камера сама включается? Что там, чё там? Почему моя веб-камера подключена к нашей системе безопасности? Чтобы вы оба были в безопасности. Логично, блядь, логично. Подайте лодку этому капитану. Капитану. Ну ладно. Удомление о звонке. Дилинь-дилинь. Отвечай, не сразу давай вздохни. А, это наш подружка, что ли? Ой, это хороший райд. Вы выглядите идеально, как удручающе. Добрый вечер, Коди. Я готова, жду вас. Начинайте, я выключу камеру на секунду. Я прожую здесь. Выплюнусь всю гадость. Я всё ещё здесь. Ишь наш... Кто? Муж? Ссылка на перевод на экзамене. Ваш руководитель приступил к тестированию. Начнётся через 2 секунды. Звучит какая-то лёгкая музычка, расслабон. Ой, архипелаг Годс Хант. Может похвастаться одним из самых северных частей Тихого океана. Блядь, здесь втроём говорить, что ли будем? Возможно, не более, чем его самый большой остров Лепус. Однако, несмотря на это, на острове очень слабо развитая инфраструктура и совсем нет туристов. Совместно с Куэнтинг Инжиниринг предлагает проект развития участка бухты Ивавелли со строительством роскошного отеля на 35 номеров со спа. На хуй вам нужно, если нет туристов? И комплексом для ныряния с аквалангом. Ну, переводить. Мы всё-таки тест даём, а не смотрим на красивых рыбок. Период консультации уже начался, и мы знаем, что вы, так же, как и мы, приложите максимум усилий, чтобы довести этот проект до конца. Перевести устно. Что мы ещё писать будем, что ли? Наша предварительная заявка, блядь, уже представлен. Сука, не могу я, когда трое говорят, когда трое говорят, я не могу читать, не могу. Может быть, ты просто будешь читать субтитры, эти, субтитры, я тебе сейчас размер побольше сделаю, ты будешь их читать. А как тебе такой вариант? Я эту серию запишу, ты напиши в комментариях, как тебе такой вариант, что если ты сам, блядь, будешь читать субтитры? Ну, хоть раз в жизни, почитай субтитры сам. Это полезно, да, много букв, но почитай, блядь, субтитры, я не могу, когда с одной стороны пиздит, с другой стороны пиздит, она на французском пиздит, я пизжу здесь, ты пиздишь, там наверняка на меня. Ох, я выдохнул, продолжаем. И мы надеемся, чтобы присоединиться к нашей инициативе, ведь лучшее для местной экономики и трудоустройства, блядь, ещё так быстро. Это чтобы строительство началось в начале следующего года, и мы смогли открыть двери нашего отеля уже через год. Ага. Мы надеемся на скорую встречу на Гавайях. Перевести, чё выдумывать-то? Ммм, делишес. Там описывает амбициозную гостеприимскую кампанию. Ну, всё. Ты там проживала, Коди? Итак, давайте перейдём небольшой анализ. Ммм, я забыл, как переводится акваланг, и... Да, вы же слышите слово каждый день. Я старалась успевать, но всё равно отставала. Он очень быстро говорил. Он не только быстро говорит. Было где-то полсекунд, когда я была почти уверена, что у вас получится. Вы донесли суть хорошо, просто и быстро. А затем вы отстали, стараясь передать точный смысл. Вы можете повторить тест? Что? Нет! Пожалуйста, ваш совет очень ценен. Я знаю, что могу лучше. Знаете, что я думаю? Я думаю, вам нужно отдохнуть. Это устный перевод, а не письменный. Вам не нужно переводить точь-в-точь. Нет ничего, нет ничего, нет ничего. Времени нет. Кстати говоря... Кошка. Что это было? Ничего. Было кошка. Кошка, кошка. Ладно, дайте мне 15 минут. Чтобы посмотреть почту. И потом начнём. Блядь, отец, успокойся там. Отец! Я бы твою мать, хороших комаров пиздить. Господи боже, за что мне всё это? Тест на беременность. Я, по-моему, уже беременна, нет? Давайте читать. Нет, по-моему, животчик есть уже беременна. Наверняка, это же мы не перемешек объелись, да? Дорогая, уважаемая госпожа Билсон, мы хотели сообщить вам результат последнего тестирования, проведённого 4 февраля 2021 года. Мы рады сообщить вам, что все скрининговые тесты оказались отрицательными. Несмотря на первоначальные опасения и серьёзные проблемы со здоровьем, о которых вы нас уведомли, мы не видим причин для дальнейшего обследования в данном случае. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей полезной брошюркой. Советы для ожидающих ребёнка, дополнительные информации можно найти на нашем сайте. Да, дополнительные видосы можно найти на моём канале, поэтому впереди, подпишись, поставь лайк, прокомментируйся. Шутка. Но не шутка. И продолжайте сообщать нам о любых проблемах. С уважением. ДМН, ПМД. ДМН, ПМН. Блять. Ступли. Ибаны, имена какие-то. Продолжить. Просмотреть на этот документ в меню паузы. Что там? Канарское проклятие. Обречена ли застройка на провал? Читать. Отец там сам справится. Хер бы с ним. Пусть долбит комаров. Обречён ли проект Quentin Engineering или пуст на провал? Нигде на земле нет такой красоты, как на островах Годсхант. Поэтому это место идеально подходит для строительства нового отеля компании Quentin Engineering. Подумайте об этом ещё раз. Называйте это проклятием, если хотите. Но знайте, что любой зазнавшийся иностранец, который проигнорирует неоднократное предупреждение коренных жителей Канара и легенда о духе острова, пожалеет об этом. Хорошо. Пойдём к отцу. Чё он там? Ебанулся уже. Крыша едет. Блять, дом стоит. Сюда можем кликнуть? Аж картина подвинулась из-за того, что он там... Трудит. Отец, ёб твою мать, хорош! Что случилось? Я внизу, стараюсь выглядеть профессионально, а ты стучишь по стенам. Извини. Я не слышу тебя, это глупо. Эй, войду. Как телефон ты, значит, пользоваться умеешь, а таблетка комаровки не умеешь. Пап, ну хватит, это смешно, ты должен выйти. Я не могу! Я не хочу подвергать тебя, ребёнка, опасности. Тогда зачем ты сюда пришёл? Потому что Пирс уехал туда. Л-Лепус? Лепус? Лепус, он даже не был на острове. Но когда побывает, он вернётся с ними. И мы должны быть готовы. Пап, нет там никакого проклятия. Успокойся, отец. Ну тогда я просто сошёл с ума, да? Правда, фолс. Ну давай, фолс, ладно. Нельзя безумным говорить, что он безумный, по-моему. Читал. Я не думаю, что ты сошёл с ума, просто ебанулся. Если ты говоришь про злых духов, то... Значение есть. Лгунь я! Я беспокоюсь, что становится всё только хуже. Но они должны... Должно быть слышали о чём-то там. Как дела у Пирса? Он в порядке? А, он в порядке. Как ты? А как ребёнок? Прямолинейно. Моё состояние не проблема. Пожалуйста, не меняй тему, хорошо? Слушай, я постоянно спрашиваю только потому, что я знаю, через что ты прошла, чтобы забеременеть. Через секс? Но ты права. Они становятся сильнее. Я должен сделать всё, чтобы остановить их. И знаешь, то, что я засыпаю после еды, мне не помогает. Я хочу, чтобы ты заперла меня. Что? Я не смогу долго сопротивляться им. И бог знает, что происходит, когда я сплю. Мне нужно, чтобы ты заперла меня. Ну, давай запрём его. Я не хочу навредить её. Давайте запрём. Ну, если ему от этого будет легче. Ладно, запрём. Хорошо. Надеюсь, что это будет достаточно. Мне нужно возвращаться к работе. Ты переводишь на французский или этот ляпусский язык? То, что я говорю на канарском, даёт мне много возможности найти работу. Нет. Не даёт. Просто будь нормальным, пожалуйста, отец. Ладно, ладно. Тебе не нравится этот ляпус. Но ты можешь хотя бы попытаться быть нормальным. Хотя бы, чтобы я успел закончить свою смену. Я буду делать всё, что нужно, чтобы мы все были в безопасности. Покойной ночи, папа. Постарайся немного поспать. Да, спать. Это последнее, что мне стоит делать ночью. Отец дал дуба. Отец дал дуба. В округе Юба. Прикольный фильм, кстати, если не смотрел. Давайте запрём отца. Просто зачем? Не, ну ради своей безопасности, ладно. Уведомление о видеозвонке. О ви-до-е-звонке. Пирс, входящий вызов. Ну, Пирс, ладно, ответь на звонок. Пирс это наш муж, да? Он же скучает по нам. Значит, наш муж или любовник. Ответит, ответит. Привет, красотка. Как дела? Хорошо. Отец дуб дал. В смысле, с Коди проблем не было? Ну, вообще-то, она хочет, чтобы я передохнула, так что... Ну, знаешь, если бы она была такой крутой, ты переводила бы в ООН. Не беспокойся, значит, Коди. Мы оба знаем, что ты лучше всего работаешь в стрессовой ситуации. У тебя есть новости? Ну, инвесторы хотят проводить дополнительные осмотры площадки, но не хотят за них платить. А местные хотят, чтобы мы съебались с их острова. Но в то же время хотят, чтобы мы дали им работу. Уверен, что ты все решишь. Ты умненький мальчик. Безусловно. Азиат, вы все-таки умненькие. Твой отец еще в нашем доме? Да. Ему лучше? Ну, не совсем. Это система безопасности моя лучшая инвестиция. Только продолжай давать им лекарства, хорошо? С ним все будет в порядке. Я скоро вернусь. Разберусь с проектом. И тогда мы все втроем переедем сразу в Лепус. Мой отец поклялся, что ноги его не будет на этом острове, знаешь ли. Что? Ну, нет, я имел в виду троих. Нас. Ты, я и наше маленькое эко-чудо. А, ты про мое пузико. Ты же все еще беременна? Да, уи, уи. Конечно, мы втроем. Не подумала. Ларалин. У меня есть кое-что для тебя. Мышка. Отец дал дуба. И что это? Кинебеб. Киноб. Кинобу. Это типа Пикабу, только на Лепуском. А-а-а. Прекрасно, да? Ну... Ну так. Всегда говорим правду. В отношениях надо говорить правду, честно. Настолько ужасно? Да. Это провал. Пирс, мы можем минуту серьезно поговорить? Когда ты думаешь, про правдив ли эти слухи? О проклятии. О, конечно нет. На острове все спокойно. Да, наверное, ты прав. Я знаю, что ты много работаешь с местными, потому что знаешь язык. Ну, да ладно. Злые духи, защищающие растения. Друиды. Нет никаких друидов. Мне нужно идти, прости, моя любовница звонит. Не бери в голову, хорошо? С тобой наш маленький принц. Поговорим позже. Люблю тебя. А тебя нет. Лупа неходячая. Ты будь спит секретуткой своей, козел. Козел, блядь! Я здесь беременна, он с... Я тут вздыхаю, беременна, он там со шлюхами обитает. Отец! Ну, ему херово. Ему прям херово. Его знобит. А ключей нет? Ключей нет! Ключей нет. А куда ключи, дельцы? Мы же его заперли, да? Мы же не забирали ключи потом. А куда дельцы ключи? Демоны. Демоны. Картинка атакует. Вы сегодня рано лотан. Два звонка. Всем нужен канарский. Отлично. У меня звонок с двумя бизнесменами. Некто по имени Террон. Кров. Хочет, чтобы кто-то подтвердил подлинность книги, прежде чем он ее купит. А другой запрос от ребенка, который хочет поговорить со своей мамой. Эм, я думаю, они одолелись друг от друга. Он говорит, что знает вас. Макс Вито. О, я знаю Макса. Я учу его канарскому. Слушать сердце, слушать сердце. Эм, хорошо. Я приму звонок от Макса. Хорошо. Отключаю вас. Я буду заглядывать и следить, как обычно. Помните. Не нужно быть идеальной. Запомни, не нужно быть идеальной. Надо просто быть хорошим человеком. Надо быть просто с собой. Не надо быть идеальным. Не надо. Эта вся погоня за идеальностью, она только ухудшает всю ситуацию с тобой. Ты сам себе врешь. Ой, Макс, здорово. Привет, Лен. Мне сказали, что это может быть недоступно. Макс, я всегда с твоим услугами. Как поживает у Фуи, Канарский? Добрый вечер. Хорошо. Очень хорошо. Да, нашел новый способ практиковаться. Это здорово, Макс. Кому мы звоним сегодня? Моей маме. Я должен предупредить вас, она тоже дала дуба. Когда я был маленьким. Мы просто редко общаемся. Хорошо, окей. Так, вы Лин де Буис. Здравствуйте, меня зовут Лора Лин. Я работаю переводчиком в компании Глосса Лингуа. Один из наших клиентов хотел бы поговорить с вами. Вы готовы? Да. Да, готовы. Да. Мама, привет, мама. Макс, как дела? Я в порядке, мама. Твой голос стал более низким. Ты должна быть сильно вырос с тех пор, как я видел тебя в последний раз. Простите, я не понял Твой голос стал более низким Ты должен быть сильно вырос с тех пор, как я видел тебя в последний раз О, это было очень давно Я уже 5 футов и 10 дюймов Мой рост 5 футов и 10 дюймов Понятно О, хорошо Итак, чем ты занимаешься, мама? Что-нибудь интересное? Я только сделал с тех пор, как мы говорили в последний раз Я закончил школу, естественно Начал работать Немного скучно и платят не очень хорошо Но это все круто И начал изучать канарский И я начинал Канарский язык? Зачем тебе его учить? Ты живешь в Лондоне Но это наш наследие, мама Если мы не будем поддерживать эти традиции, они умрут Возможно Возможно Возможно, тогда будет даже лучше Давай поговорим о чем-нибудь другом О твоей работе, например Подожди, я первый спросил А чем ты занимаешься? Сидит она, ты что, слепой? У тебя же вебка подключена Я... В чем я занимаюсь? Сижу в саду Мне же казалось Сидит Много гуляю Я работаю Много работаю Но это очень скучно Кто еще там? Ооо, я читаю книгу Первая за год Перевести Ты знаешь ее? Ты читал книгу Завящая тень Ты знаешь ее? Не Я книги не читаю Только комиксы Нет, прости А, да не важно Все равно книга хуйня Неловкое молчание Давай, Макс Мама Папа Говорит там на своем Я читал одну книгу Дай-ка я возьму ее 50 оттенков серого? Какую книгу? Ты маме такую не показывай Не показывай такую книгу маме Вот она Смотри, вот она Это книга Написана на канарском языке Ну, здесь Кое-что написано французом Что? Как? Это учебник истории? Блядь, я не буду два раза читать Я не знаю Я думал Лоралин сможет прочитать Я не знаю Макс Наш язык не похож на западные языки Конечно, я могу немного почитать на канарском Переводить Макса Духи великого древа Выпусти и ищи нас Мы готовы услышать тебя И сделать тебя своим сосудом Макс Макс, не связывайся с этим Пожалуйста, остановись Стоп Прекрати Нет, это не Гуччи Гуд 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 Прекрати Прекрати Идем 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 Что ты наделал? Прочитал книгу Мам Мама Мама Перезвони Она не возьмет Там у меня уже отец тоже Вообще ебнулся Не, она не берет Знаешь Я думал, она будет гордиться Положить надежду Знаешь, это наш народ Наша культура Она придет в себя Думаете? Да, конечно Возможно, разговор с тобой вызвал не слишком сильные эмоции Ну, понимаешь Когда долго не общаешься с матерью Все дела Я могу тебе еще как-то помочь сегодня? Бай-бай Давай-давай-давай-давай Нет, ты оставайся Он уходит Так, пойдем проведем отца А, что-то там пендант Хорошая поддержка С трудными членами семьи ЖДБА Вы все Мы мониторили звонок? Следили за звонком? Ну, конечно Просто бай Следила и следила А мне за это заплатят? Много платят переводчику? Потому что я вот уже охуелся Тут сидеть переводить Они много говорят Много лиц Очень сложно Поэтому давай-ка напиши в комментариях Ты будешь сам читать Субтитры Или мне все-таки продолжать читать Ключ появился снова Его не было Его точно не было там Из-заиди, сатана Из-заиди, сатана Уйди нахуй Хорошо, что мы его заперли Хорошо, что мы Ага, хуй там Мы тебя заперли Не зря мы тебя заперли Не зря мы тебя заперли Придурка набитого Придурка старого Звук такой прийти Как будто кости ломаются Аж мурашки бегут Мы просто смотрим кинцо На самом-то деле Слушай, а вынь-ка ты ключ, а? Не колдуй Не колдуй Это он так сильно дует? Не дуй Заперто, заперто Ты дверь открыть не сможешь Она открывается в другую сторону Придурок Открыл? В смысле ты открыл? Че ты там лыпишься? Закрой, блядь Он открыл или нет? Было написано Открыл дверь, да? Ахахаха Не реви Мальчик, не Сука, не открывай Не открывай, блядь Закрой дверь Нет, о нет О нет, о нет, о нет Блядь, закрой дверь Закрой дверь, закрой дверь Закрой дверь Папа? Папа, это ты? Алексиес Ты вызвала нас Мы следуем Мы идем Мы идем Мы идем Давай ты не идешь Ты там стоишь И все Ты стоишь Ты стоишь Ты стоишь Да? Отец Ложись спать, пожалуйста Бать Пожалуйста Спи Давай тут тоже запрем Ты к вам ключ вынь Чтобы не могли открыть Ключ вынь Ты вынула? Молодец Так, хорошо Так, все-таки Я пуду Тут какая дичь Началась Спокойно Мы в стрессовых ситуациях Работаем лучше Давайте мне следующий заказ Следующий заказ Давайте мне Я лучше поработаю Отвлекусь Ничего Не страшно вообще Так, давайте Я готов работать Так, Жакулин Дебиос Эд атакует Так, отец атакует Жакулин Мисс Дебио, я хочу поговорить с вами о моем отце Я не могу помочь вам Я на другом конце света Но вы знаете кое-что об этой книге Я думаю, вы знаете моего отца Алексис Уилсон Я думаю, вы работали вместе В 1998 году На строительном проекте Я не хочу об этом говорить Мы должны Он не очень здоров Все правда После нашего разговора Он начал вообще себя странно вести Это нормально, но это странно Он был как будто одержим Что мне сделать, чтобы это прекратилось? Что? Ну стоять Вы должны знать У вас должны быть какие-то идеи Пожалуйста, я все сделаю Я все сделаю Все, все, все На острове есть поверье Что если срежете немного древесины со священных мангровых деревьев Вы должны сжечь ее, чтобы успокоить их Так, стоп Они Духи деревьев Причем здесь это? Книга сделана из древесины мангровых деревьев Если вы сожжете ее, духи покинут вас Им нужно быть рядом с ней, чтобы выжить Но я-то далеко от книги Вы в Лондоне, возможно, этого достаточно Хуя себе Должны помочь мне забрать книгу Макса Это не обсуждается вообще Этот разговор был катастрофой Тем больше причин поговорить с ним сейчас Он спит Может быть Ну, может быть Нет, может не спит Я постараюсь подключить его к звонку Макс Витас, бери трубку, блять, Макс У меня отец там ебанулся Бери трубку, ты не спишь О Маман? Макс, прости, что разбудила тебя Макс Ага А ты прости меня Мне жаль, что я так закончил звонок Перевести Ты вел себя неразумно Я вел себя неразумно? Ты серьезно? Ты разбудила меня, чтобы сказать это? Нет, нет, нет Она разбудила тебя, чтобы спросить о чем-то Это не лучше Нет, Макс, плис Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста Ладно, в чем дело? Давай Рассказывай Макс, мне нужно, чтобы ты сжег книгу Уничтожил книгу Уничтожил книгу Нет, ни за что Макс Отец убьет меня? Так, соврать Макс, послушай Мы должны сделать это, чтобы снять заклятие Заклятие? Нет никакого заклятия Это все Пиздевшая провокация Духи, они будут следовать за тобой Это не вас Да, блять, Макс Послушай, что тебе говорят Две взрослые женщины Ну вот и все Нет, подождите Ай, господи, боже Чего меня никто не слушает? Умолеть Макс о книге Муж там ничем не поможет, он далеко Он ничего не сделает Он скажет, что у тебя отец болен Совсем ебудол, давай его усыпим Ну, представляете? Перестарелых отвезем Нет Макс, блять, бери трубку Ну, Ролин, вы понятны Че случилось? После того, как вы прочитали этот отрывок сегодня Мой отец стал странно себя вести Появилась эта странная тень И он пытался напасть на меня И вы думаете, что это все из-за канарского? Конечно Почему это еще могло быть? Причин может быть много Откуда эта книга? Рассказывай Макс, откуда взялась эта книга? Скажи мне, объясни мне Это книга моего отца Он колдун Он не знает, что я взял ее Мой отец умеет читать по-французски и по-канарски Что? Нет Мой отец не любит читать книги Он любит только деньги Я его понимаю Я тоже люблю деньги А эта книга стоит много денег Сколько? Много, что ли? Сколько? Много это сколько? Доллар? Два? Я думаю, он пытается продать ее за примерно 5 миллионов франков Лепус Ты че, еба дал? Доллар даю? Да, это большие деньги Мне нужна эта книга Что? Нет Отец меня убьет Пожалуйста Пойми Мне нужна книга Мой отец убьет меня Если ты не поможешь мне, Макс Окей Ну Я могу отсканировать ее И постараться найти другие страницы на канарском Блестяще, блестяще Сколько времени это займет? Только мне нужно убедиться, что отец спит И, ну, где-то час Плюс-минус Два Хорошо, хорошо Хорошо, хорошо Спасибо, Макс Давай Окей, хорошо Ладно, собрались Мы справимся Мы переведем книгу Спасем отца Спасем ребенка Спасем себя Спасем мужа Ты давай не маячь здесь Сядь на диванчик Посиди Мне нужно подождать час, пока Макс отсканирует ее Чем займемся Пап 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 спит С папой все хорошо Ну, нормально все Ключ висит Давайте уйти из квартиры Хотя ночь Хотя ночь подумайте о чем-нибудь другом Хотя ночь сейчас еще опаснее на улице Не, ну нафиг надо Ты че встал? Ляг обратно А ну-ка ляж Ляж я сказал тебе Ляж давай Не это Вот ты колдун Дэвид Блэйн Старый хрыч Все, силы иссякли Иссякли же, да? Соткроют Да блядь О, ты че открыл дверь? Ну-ка закрой Ну-ка закрой обратно Не-не-не-не-не Закрой дверь Закрой Так мы же закрывались Ты раз Пиздяйка Закрой дверь Видел там тень такая Мать ее Мать ее Папа? Папа? Нет Нет, не папа Мы призываем тебя Помочь нам Че делать-то? Надо было съебаться Из квартиры Че-то система безопасности Сбой дает Все лагает Интернет говно Оператор военной службы Какая помощь вам нужна? Полиция, пожалуйста Алё? 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 Алё, поселёк Папан Типа ответь Как думаешь Это в рубрику Хоррора засунуть? Ладно Да, наверное Надо засунуть Ебать ты Размыленный Да Пап Окей, полуси Протект Протект Полуси Кугар Же Останови Разрушителей Чего? Нет Это Чего? Защити Великое Дерево Стоп, останови разрушителей, что? Ты можешь повторить? Перьер кровать, неизвестный чек за Изнанка, Жю! Какая изнанка? Я не пойду наизнанку. Ты поможешь нам! Я не буду помогать вам! Ты вызвала нас! Ты наш сосуд! Сосуд в другом стороне, сосуд в районе красных фонарей. Тут не сосуд. Защити великое древо, останови разрушителей. Пирс, вы хотите, чтобы я остановила пирсы и застройку? Я не ваш сосуд! Нет! Я не ваш сосуд! Что вы хотите от меня? Отъебитесь от меня! А ты заладила одно и то же, успокойся! Ты поможешь нам! Или мы покончим с теми, кто тебе дорог! Ой, да ты это все! Это блеф! Ты блефуешь! Я помогу вам! Не помогу! Хорошо, мы будем следить! Не подведи нас! Отец, ты как? Бать? Батья! Батья! Блоралин? Пап! Что происходит? Не беспокойся, все же разрешилось, а так не все будет хорошо. Страшненько-маленько-маленько-маленько-маленько-страшненько, да. А когда тут сохранение? Или было сохранение? Сохранение не было? Я хочу поговорить прямо сейчас. Позвони мне. Давайте поговорим с мужем и, наверное, закончим. Пирс, ёб твою мать! Позвони, хорош шлюх в трахать! Перезвоню в ближайшее время. Позвони мне сейчас же! Кто-то с ребенком? Или с отцом? Ты мне, блядь, перезвонишь? Нет? Молодец! А, это Коди. Блядь, Коди. Ладно, принять. Привет, Лоралин. Прости, я знаю, что я обещала, что мы проведем еще одну сессию сегодня вечером, но... Но что? Происходит что-то странное. Да ты чё, нахуй? Я заметила. Это, эм... Возможно, это все... Ночные смены. Стресс, устало. Хренусь, я слышу, как кто-то говорит на Канарском. Коди! Так, ну я же согласилась помочь. Чё происходит? Согласилась помочь? Всё, сбросили нахер. Не рыдай. Мы разберемся. Не рыдай. А рыдать в твоем состоянии это плохо. Тогда ребенок вырастет плакса, я уверен. Пирс, слава богу, ёб твою мать! Пирс, блядь! Муж, хую ж, отвечай давай! Лоралин? Чё происходит? Чё происходит? Вызывать к совести. Прямолинейно ему нельзя говорить. Ты должен сохранить нашу семью в безопасности. Хорошо. А, конечно. Чё случилось? Всё хорошо? Мы вызываем к совести. Я расскажу тебе, но ты должен поверить мне. Хорошо, я поверю тебе. В чём дело? Эти, не слышишь звуки, что ли? Призраки отца реальные. О боже мой. Ёб твою мать. Мне там секретутка сосёт, а ты здесь о проклятиях. Ну хватит. Ты снова о проклятиях не пуст? Ты лучше меня знаешь. Ты сказал, что поверишь мне. Мне кажется, что яблоко упало немного ближе к яблоне. В чём мы надеялись. Эди ты нахуй! Они напали на отца. Они напали на меня. Ты должен прекратить этот пирс. Просто останови проект. Единственный, кто может это сделать. Знаешь, я был уверен, что работа в ночную смену во время беременности была плохой идеей. Чё? Тебе надо отдохнуть. Нет, не надо мне отдохнуть. Нет, мне истерики. Я погури с Кодей. Нет! Мне нужно возвращаться навстречу. Я попрошу сестру приехать к тебе и остаться на пару дней. Люблю тебя, дорогая. Отдохни. Отдохни, блять. Сам отдыхай. Мне не надо отдыхать. Мудак, блять. Мудак, блять. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас по трекеру. Отношения хуёвые. Так себе с отцом, конечно. Мужем. Макс. Отношения хорошие. Жаклин. Отношения так себе. Но она мне нафиг не нужна, не уперлась вообще. С Пирсом отношения нормальные, но чуть-чуть упали, по-моему, да? По-моему, чуть-чуть упали. Что у нас там по документам? Результат медицинской крови. Страница психологической теории. Страница конспирологической. Читать. А, ну это мы читали. Ладно. Продолжим в следующий раз. Игрушка вроде интересная. Хотя просто сидим, смотрим фильмец, ничего не происходит. Но фильмец такой напряжённый, что-то происходит. У меня, правда, уже горло болит, если честно. Дать всё это, озвучивать, когда они горят втроём, это очень сложно. Особенно. Я не знаю, что будет, если они будут горить все вчетвером. Я, наверное, ебануюсь. У самого демона сзади появится, у меня прикончится. У меня просто прикончат. Горло перережут, ты всё это увидишь. А, нет, никогда это не смонтируется, это же не стрим. Но я подумал, что эту игрушку было бы лучше стримить. Тогда мне не пришлось бы читать, не пришлось бы срывать голос. Надеюсь, что всё с горлом будет в порядке. Ну, а сейчас, как обычно, подписывайся, жми на колокольчик. Обязательно ставь лайк, комментируй, если есть что сказать, что рассказать. Рассказывай обо мне своим друзьям, делай репосты. В общем, удачи и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok